Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстван, и мы вновь играем в Лайка Кинг. У нас тут, кстати, куча сундуков готовых. Давайте посмотрим, что здесь. Инсайт, башня застрельщиков, волчья пещера. Слушайте, а почему эта карта красная? Она, типа, особенно крутая? Или... А, может быть, потому что карты для орков теперь подсвечиваются красным, а для людей синим? Возможно, я не знаю, ребят. Потому что... Ну-ка, давайте так вот. Орки. Да, орки красные, люди синие. Всё, я понял вас. Не знаю, было ли так раньше. Ну ладно, ребят, сегодня мы чем займёмся видео? Мы сегодня отправимся на глобальную карту, чтобы открывать колоду нежити. Я, правда, знаете, ну как бы не уверен, что это хорошее решение, чтобы, ну как бы, хорошо играть и побеждать. Потому что, если у тебя будут три колоды, то тебе будет сложнее прокачать какую-то одну из двух, и если мы откроем колоду нежити, ну всё равно, чтобы получить нормальные карты нежити, это надо ещё кучу золота нафармить, чтобы, как бы, прокачаться. И получается, этого золота недополучит колода людей или орков. Ну, поэтому, как бы, нежить такое сразу иметь. Там несколько хороших колод здесь трудно. Здесь лучше всё-таки выбрать какую-то одну, максимально её развить, а потом уже, если у вас остаются лишние ресурсы, то вкидывать их куда-то там на вторую, третью колоду. Но, тем не менее, всё равно. Давайте сегодня отправимся. Так, где это у нас было? Это у нас просто квеста, да? Уничтожить 50 шахт противника. Срубить 50 деревьев. Постройте 6 башен в одном бою. Слушайте, это, знаете, это такие, как, как будто, прям, челленджи от игры, да? Получить 6 звёзд за победы. А где у нас? А, вот они у нас, по-моему. Одержите победу в особом сражении. Вот, ребятки, сегодня мы будем выполнять особые сражения, чтобы получить особую награду в виде особой колоды. Короче, сегодня мы постараемся открыть колоду нежити. Я не знаю, сколько там миссий надо будет для этого выполнить. Но постараемся. Он пока что не торопится. Да, он так не спеша, на самом деле, да? Пока он там своё золото построил. Вот так я пойду. Давай, как ты? Ты через низ, да, пойдёшь? Отлично. Сейчас попробую максимально быстро накопить на вторую колоду. Смотри, он мне один выстрел. Я просто посмотрю. Нет, нифига. Придётся вышку всё-таки строить, отбиваться. Слушайте, как жёстко он наседает. Смотрите, он строит вторую шахту. А я не знаю, мы отобьёмся сейчас? Слушайте, он прям пробивает меня. Я сейчас построю ещё одну вышку. Вот это здание... Сейчас вот этого сносим. Я не знаю, они успевают? Всё, вот это здание мы сейчас продадим. Построимся маленько в другом месте. Построим, и вообще построим лучников, а не мечников. Но вот этих скелетов убивают как бы две вышки. И всё тип-топ. Он тут идёт, но он идёт через зону вышек. А мы пойдём вот так его базу шатать снизу. А вышки нам тут помогут его разнести по пути. Мне кажется, вот он залог победы в этой миссии. Тут как бы, знаете, в этих миссиях всё-таки враг, мне кажется, сильнее. И тут надо как бы побеждать не грубой силой, а умом. Могу вот это дерево срубить. Сейчас, смотрите, что мы вообще сотворим. Вообще наглость сотворим. Нам нужно 540 монет. И мы просто его порвём. Блин, нифига себе, он застраиваться начал. Парень, ты что творишь? Он вышки свои строит. Блин, а вот это вот уже... Парень, это нехорошо с твоей стороны. Я не ожидал такого подвоха. Я сам хотел сейчас вышки построить. Смотри, сейчас вот эту вышку закидываем, да? Блин, он уже здесь. Не, братан, это фиаско, блин. Он тут, конечно, перестраивает маршруты. Я сейчас... Он мне золотую шахту снёс, ребята. И у него вышка. Давайте, короче, это. Я... Переиграем. Я не буду сейчас идти вперёд. Как бы вот так вот настырно. Слушайте, ну миссии сложные. Ну, как бы, я не знаю. Может, не миссии сложные. Может, у меня такой мозг закостенелый, что там я... Нужно тут быстро менять маршрут и чё-то придумывать, да? Давайте так. Мы пойдём получником. Пока что пойдём прямиком на его базу. Блин, а как отбиваться от него? На самом деле, мне так не нравится. Придётся вот так идти. Потому что вышку надо ставить как-то нам. А в прошлый раз я уже думал, мы вот-вот победим. Я думал, мы сейчас поставим вышку, которая будет атаковать его здание. И тут хлоп, он такой наглый две вышки ставит. Смотри, мы даже пропушиваем, ребят. Серьёзно, что ли? Давайте я построю пораньше золотую шахту. Хотя он чё, он там второе здание, да, строит. Я всё равно построю золотую шахту. Мы попробуем что-то с этим придумать. Смотрите, мы уже толпой сейчас его здание закидываем. Но, блин, плохо, что он пауком... Блин, а почему он пауком атакует? А, ну у него маршрут, да, через моих идёт. Поэтому понятно. Ну а сейчас что я сделаю, ребят? Я, наверное, одну вышку, блин, либо вышку сюда поставить. Пускай она атакует пауков, проходящих мимо. Блин, ну он собрал толпу пауков, что плохо, конечно же. Они ещё призывают мини-паучков. Блин, это как... Это очень гадкая карта. Так, ладно, нам надо это... Наседать на него. Я попробую вот так сейчас вообще нагло насесть. Вот эти гулии всё равно не пробивают. Но мне тут от пауков надо... Блин, мне сейчас пауки базу разнесут. Давай две башни. Не, всё. Нашей башне пипец. Причём, смотри, миссия прикольная. Он даже как бы... Он просто интеллект. Он не повторяется в тактиках. Постройте. Зато мы выполнили задание на шесть башен в одном сражении, да? Хотя бы как бы... Хотя и не старались, если честно. Само так вышло. Слушайте, а навалили прям? Ну, вообще нормально. Застава. Вот я заставу использую. Мне бы заставу прокачать. Золотая жила. Это орковская, да? Судя по этим бивенькам. Ладно. Орковскую мы... Я сейчас за орков не играю, поэтому... Ой, блин, а почему... Ладно. Я случайно, ребят. Я отправился в бой с другим игроком. Ага. У него апалаченцы пятого уровня. Ну, апалаченцы пятого уровня, парень, тебе не помогут? А мне сейчас 360 монет, и я буду уже бить его здание вышкой. Так что, парень, ты тут это в плохой ситуации. Я правда, знаете, я просто по привычке как бы миссию закончил и нажал сразу в бой. Мы же сегодня хотели это, не этим заниматься, а выполнять квесты. Ну, ты молодец. Построил золотую шахту. Он вперед хочет продвигаться вышками, да? Но, парень, ты не понимаешь, что здесь две вышки сейчас будут атаковать одну твою? Это вообще не решение, которое приведет к победе. Правда, знаете, что у нас плохо? У нас сейчас вышки атакуют здание, и никто не занимается апалаченцами. Но это все пофиг. Я сейчас построю еще одну золотую шахту. Сейчас мои вышки добьют его здание, и тогда там будет маленько другой разговор. Смотрите, я успел здание убить раньше, чем он мое. Так бы все вот эти мои юниты пропали бы. Так, ладно. Прохладно, мне кажется, это прикольно, ребята. Мы получаем сразу сундучок. Так, ладно. Но сундук, это сундук сундуком. Мы хотели, ребят, заняться совсем другим делом, да? Одержать победу в особом сражении. И это, ну, как бы, ребята, оказалось особо сложным заданием. Вот так вот пойдем в этот раз. Сейчас здесь вышку против зомби. И будем сразу копить на следующую. Он перестраивает маршрут? Ты так умеешь, да? Мне пофиг на тебя. На твоей перестройке. Я тоже умею перестраивать маршрут. А твой маршрут идет через вышку, так что меня в этом плане все устраивает. Вы хоть стрельнуть успеете? Ну, успевает один раз стрельнуть. Но мы-то успеем сейчас толпу собрать, которая будет колупать твое здание. Я, наверное, сейчас буду на жесткий пуш копить сразу еще на одно боевое здание. Блин, вышка. Нафиг. Не буду копить на здание. Просто сейчас поставлю еще одну вышку. Это слишком нагло с твоей стороны, парень. Ну вот сейчас эта вышка хорошо и скелетов отстреливает. И его вышку. Он недоволен. Я доволен, что он недоволен. Так, нам нужно еще одно здание для пуша. Причем, чем быстрее, тем лучше. Блин, и он еще одну вышку ставит. Но самое, что меня тут радует... А, блин, он маршрут построил через вышку, да, мою? И он ее сейчас несет такими темпами. Давайте попробуем просто толпой сейчас запушить. У него сейчас только одно здание с юнитами. Ну, с двух зданий мы, наверное, как-то пробьем эту брешь. Вышку продам. Уже больно мало у нее хп. Блин, я тоже поставлю золотую еще одну шахту. Не хочу давать ему опережение по добыче золота. Но, знаете, надо все-таки как-то, я не знаю, с ним. Так дела не пойдут. Ну, тогда он сейчас лучниками меня вообще запушит. Он все-таки, вот эти лучники, они жесткие. Прям жесткие. Мне нужно еще одно здание, мне кажется, для пуша. Просто максимальный пуш, шатать его по разным направлениям. Но он ведь тоже, блин, не стоит на месте, вы понимаете? Он тоже со всех сторон наступает. Вон он еще тоже одно здание поставил. Я же сейчас попробую вот так. Но фиг знает, что из этого выйдет. Вон там, сейчас, если мы расшатаем ему это здание, это будет отлично, ребята. Поставлю еще здесь для обороны одно здание. Хотя надо было, наверное, вот это сначала снести, потому что оно все равно сейчас теряется. Да, в этом плане глупость вышла. Но здесь, вот смотрите, по низу у нас получается шатать его здание. Давай быстрее, ребята, уничтожьте ее, пока вот этот парень не пошел дефаться. Отлично, ребят. Пока что все идет как нельзя лучше. Надо просто сейчас закреплять, строить еще одно здание для атаки. Просто его это, массово закидывать сейчас. 960, ребят, надо. Здесь, правда, у нас толпа, и это идет против нас. Наверное, вышку надо построить все-таки сюда сейчас, иначе можно не сдержать напругу. 960, блин, у нас еще таймер. Но, по сути, мы по таймеру победим, если просто отдефаемся. Причем вот здесь мы в любом случае отдефаемся, просто перестраиваем маршрут. Здесь вышка сама снесет. Все нормально. Мы можем даже, в принципе, сейчас все силы бросить на его базу. И все. Давайте, ребят, добейте ее. Сколько можно церемониться с этой базой? Я надеюсь, нам нужно как бы просто победить как по обычным условиям. Не прям снести базу врага, да? Мы, кстати, у нас есть задание на снос деревьев. Мы уже вроде побеждаем, поэтому давайте снесем деревце. Битва завершена. Но это победа, да? Да, все отлично. Здесь условия в этой миссии такие же, как с другими игроками. Кто больше нашатал ратушу, тот и победил. Так, отлично. Но, блин, мне нравятся эти задания. Они не с первого раза проходятся. Они такие прям сложненькие. И нас ожидает, ребята, третье сражение. Которое, мне почему-то кажется, должно быть... По идее, сложнее предыдущего. Так, ты перестраиваешься, да? Я тоже перестроюсь. Хотя тут вышка будет шатать. В любом случае, что-то... Я не знаю. Давай так. Че, он вышку снес? Молодец. Не знаю, молодец, не молодец. Можно я вот здесь еще одну поставлю? Может, попробую с ним как с человеком? Я не знаю, получится нет. Но сейчас попробуем это. Раш таверами. У него просто... У самого таверы очень мощные. Как бы, может, нехило так отбиваться. Блин, нифига не получится раш таверами. Потому что нам надо здесь деф таверами устроить. Фига себе. Он толпу собрал, ребята. Остановите его кто-нибудь. Так, вот это его здание, да? По сути, мы его, наверное, успеем снести до того, как он нам снесет базу. Но это не точно, блин. Какие у него жесткие эти лучники. Какое жесткое здание. Как оно долго живет, ребята. Пипец, как долго. Неприлично долго. Добейте его. Добейте. Блин, ну это нас нифига не спасает. А он ставит вторую. Второе здание. Сейчас он, конечно, продавит нас постепенно. Давайте попробуем сюда вот вышку на этот угол. Было бы просто феерично поставить. Если успеем. Нифига мы не успеем, да? Успели. Отлично. Блин, но толку. Он сейчас свою вышку втыкает. И она просто разнесет нас. Хотя бы вот это здание снесите. Сейчас успеете снести. Отлично. Здесь сейчас наши мечники бьют его с базу. Но это нам нифига не дает, если честно, ребята. Нам бы еще одну вышку сюда воткнуть. Но нифига. Ладно, сейчас нашу вышку сносит. Мы сразу ставим вышку для дефа. Но, ребят, это тем не менее... Мы, конечно, там надамажили его крепость. Но у него сейчас такой поток. Мы не сдюжим. Нифига не сдюжим. Блин, ну не знаю. Вроде как проигрываешь. Но вроде как интересно. Знаете, это пока что самые интересные бои у меня. Против бота с игроками как-то... Ну, по крайней мере, я еще не добрался до такого уровня, наверное. Когда бы вот так прям игроки всегда тоже такие жесткие попадались. Можно я вот так пойду? Можно твоих юнитов будет убивать моя вышка? А мои юниты будут убивать твое здание. Можно так, пожалуйста? Начало неплохое. Но, как мы поняли, в этих противостояниях хорошее начало еще ничего. Так, ладно. Пускай я пока что не буду менять маршрут. Пускай они пока колупают вражеское здание. Строю вторую золотую шахту. Как-то выхожу в ранний повышенный инкам. Блин, ну сейчас проблема. Они сейчас соберут большую толпу. И как нам пронесут, ребята, вы офигеете. Я офигею, как они нам пронесут. Нам надо срочно как-то от деф вливаться вышками. Я бы вот здесь две вышки поставил. Пока что просто юнитов по прямой, чтобы они... Блин, нифига не успеваем. У него вот эти скелеты, блин, я не знаю. Понимаете, они, наверное, не такие имбовые. Просто у него, наверное, они очень высокой прокачки. Ну, здание, мне кажется. То есть, если я получу эту колоду, мне, чтобы до таких развиться, надо будет... И он пошел маршрутом, да? Я просто его пугаю. Я надеюсь, он сменит маршрут. Но он нифига маршрут менять не будет. Ладно, я вот это здание продаю. К чертям собачьим. Но он мне сейчас базу разнесет очень быстро. Ставлю здесь вышку, но она меня не спасет. И их тут копится слишком дофига. Нам вот это здание надо было снести. Но, видите, он здесь обезопасивает себя вышкой. И все. Это ГГ. Тут надо, знаете, я не знаю. Может быть, как-то... Блин, ну все-таки он же бот. Я не знаю, я человек. Я, по идее, должен его на тактике там затаскивать. Менять маршрут и просто его разводить постоянно. Но, блин. Я чувствую себя сам ботом. Не способным затащить бота. Ё-моё, это эти пауки. Слушайте, я думаю, мы сейчас успеем снести его здание. До того, как вылезет тут. Пауки очень... Вот в чем их фишка. Они очень долго появляются. Нам пофиг. Ты знаешь, нам пофиг на твою вышку. Мы просто пойдем снизу. И там делать со своей вышкой. Что хочешь. Строю еще одну шахту. Ну, а теперь мы пойдем вот так. Пожалуйста. А против твоих пауков мы будем отбиваться вышками. Еще одну поставим, чтобы они не успевали нам что-то колупать. Я думаю, две вышки должны с ним справляться. А тем временем наши вояки будут справляться с его зданиями. Но нам надо как-то больше уже в атаку уходить. Сейчас отлично. Сейчас, смотрите. Разбиваем его здание. И толпой начинаем наседать на крепость. Вот сейчас у нас все очень хорошо идет. Так, давайте вот так, наверное, по его маршруту. Блин, ну эти-то уже все равно успели, да, прорваться. Один успел прорваться. Это очень плохо, ребята. Что, еще одну вышку сюда на низ, что ли, поставить? Теперь, чтобы с этим с одним разобраться. Глупо, конечно. Очень много денег уходит, а они не окупятся. Зря, зря, зря. Пускай бы он себя колупал, он бы там до посинения колупал. Мы бы тут, может быть, что-нибудь еще бы успели вычурить. Лучше бы мы еще одно здание для пуша построили. А так, еще одно здание для пуша построено у него. Ё-моё, ребята, мне не нравится это его засилие. Я чувствую свое собственное бессилие. Так, пока что вот так сделаю. Там посмотрим. Слушайте, ну я-то ему крепость очень сильно надамажил. Нам теперь главное не помереть. Это и все. Если вот сюда вышку поставить, она начнет... Да, нам надо вот это. Я эту вышку сношу. Смотри, что мы сейчас сделаем. Ну и все, парень. Тебе сейчас не поздоровится. Теперь бы еще одно здание для пуша. И было бы все отлично. Смотри, сейчас вот это здание упадет. Сейчас, правда, знаете, что? Сейчас, правда, вот как-нибудь так. Ну, в принципе, не важно. Мне главное просто тянуть время и не погибать. Вот даже такая задача вполне актуальна была бы. Ну, он еще одну вышку решил поставить. И она теперь до моего здания, да, будет доставать? Нет? Пока нет. Ну и все. 30 секунд мы, блин, должны продержаться, я думаю, в любом случае. Даже несмотря на его вот такие наглые выпады. Ты тут хочешь, да, я понимаю. Хочешь. Блин, ну он сейчас двумя вышками, да, вот это бьет. Ну и пофиг вообще. По результату, вот что мы там вначале его базу надамажили, мы выигрываем эту миссию. Что здесь дают? Золото. Чумная хата. Башня скелета. Золотой склеп. Начальные карты, да, то есть... Вышка, шахта. Это, я не знаю, какие-нибудь самые простенькие скелеты из колоды тьмы. Так. Разрытая могила. Это у нас... Блин, это вот эти скелеты-лучники. Слушайте, ну они были очень жесткие, но они были очень жесткие, когда он ими управлял. Я думаю, у нас они такими жесткие не будут. Паучье логово. Да, мне тоже понравилось. Но у него он как бы... Ну оно и понравилось, и не понравилось. Слишком долго, мне кажется, эти пауки появляются. Вот реально. Пока там... Ну как бы у них интервал очень большой между ними. Конечно, прикольно, что он когда погибает, из него появляется другой паучок. Ну а так фиг знает. То есть, понимаете, эти еще карты, их все надо пробовать. Так, ну давайте вообще в целом попробуем. Так, моя колода тьмы, да? Так, погодите. Можно всю колоду посмотреть? Не только, а как... Погодите. Вот, да, все здания. Смотрите, мы... Чумная хата, это вот эти ребята. Они мне вообще не понравились. Медленные какие-то ни о чем. То есть, я бы, допустим, использовал... А, ну кого-то мне все равно надо отдать для ближнего боя. Вот это здание я могу улучшить. Поначалу улучшение дешево стоит. Но это просто вышечка. Склеп мы тоже улучшаем. Склеп дороже улучшать. Чумную хату. Блин, ну я могу ее улучшить. Но если честно, я ее вообще не хочу использовать. Но поначалу, видите, у нас альтернативы нету. Я просто хочу сейчас попробовать поиграть на колоде нежити. Единственное, что у меня вопрос. Мне сейчас противника будут подбирать по силе моей колоды? Потому что колода нежити у меня сейчас вообще ни о чем. Я даже нуба не выиграю. Несмотря на то, что он нуб. Если он там, ну... Просто из-за того, что у меня карты будут слабые. Или мне по моему рейтингу будут подбирать. Мне кажется, было бы логичнее, если бы по силе колоды подбирали. Тронный зал забит сундуками. Ну а что делать? Они слишком долго открываются. Ищем противника. Так, ну давай, я не знаю, что пробовать. Ну вот, оплаченцы третьего уровня у меня. Вышечку поставим. Все как что? Ладно. Сейчас еще продавим, да? И он будет... Пускай этот парень знает, что древнее зло непобедимо. И он такой... Блин, вот нежить, вот имба. Что, у него вышка? А давай вот так, что? Пойдем через твою вышку. Парень, ты знаешь, что миллион вышек, оно тебе, ну, скорее всего, не поможет. А, вот ты решил ко мне пододвигаться, да? Тавор раш, что ли, решил устроить? Слушайте, он пробивается своими ребятами. Я надеялся, что вышка отдефует меня. А вышка нифига меня не отдефала. Ну, мы зато его вот так пропушили. Я сейчас еще вот эту вышку снесу. Поставлю еще одну вышку наперед. Я думаю, вот пускай она снесет это здание, а я уже поставлю следующую. Чуть-чуть дальше. А он пытается... Вот так вот, да, пытаешься? А как насчет вот так? Нет, парень, все, уже не надо стараться. Это уже приплыли. Хотя можно, знаете, так прикольнуться, типа... Опа! И я сдаюсь. И он, типа, победил. Это такая тоже фишка в игре. Я, по-моему, я раньше, когда рейтинг надо было сливать, я иногда так прикалывался. Ну, типа, играл, все, уже, типа, победил. И хлоп, специально сдаешься и отдаешь победу кому-то другому. Ну, ты, типа, и поиграл, и рейтинг слил. Ну, как бы... Раньше просто тема такая была. Нужно было постоянно рейтинг сливать, потом набирать. Потому что там были всякие... Типа, задание подняться в рейтинге на столько-то строчек. Ну, и если ты уже высоко в рейтинге, то трудно подняться. Надо, как бы, слить, потом опять подняться. Вот такая фигня была Ну что, посмотрим, как мы с этими копьеметателями Блин, очень плохо Я ему только половину хп снимаю Единственное, что лучники, они чаще появляются Может, как-то за счет чистоты появления Получится что-то еще придумать Но, блин, судя по всему, вряд ли, вы сами видите, да? Ага Я попробую так сделать тогда Нифига, плохое решение было Ладно, я думаю, тут уже не выплать Ну, мне кажется, в целом тяжело на этой колоде Ну, как бы, и надо колоду прокачанную С такой колодой, я думаю, далеко не уплывешь Они сейчас это Он сейчас будет копить критическую массу Два топорщика, три топорщика Вышка, конечно, тут маленько поможет Возможно, быть может Но нам тут продавливает Видите, в чем проблема А я вообще вот так пойду А он нам тут снес здание Ну, отлично, ребят, это... Это ГГ Он сносит вышку А мы построим вышку Раз ты сносишь, можно я построю? Если ты сносишь вышку, можно я построю? Ну, как бы, можно, но Все равно, сейчас его вышка достроится Вот эти вышки, они очень слабые у скелетов Она даже, ну, как бы Даже если бы они били друг друга Она бы не справилась Эмоции какие у нежити Давайте еще один последний бой За нежить сыграем Ну, мне, если честно Ну, как бы, она Нужна прокаченная колода Сейчас, как бы, играть вот так Толку нету На вот этой, на слабой колоде Ну, как бы, открыли Миссии прошли Уже хлеб Но Такое себе В принципе, сейчас противник слабый Вот этого, я думаю, мы даже Одолеем Ага Ну, пожалуйста, брат Но Ты как обороняться будешь? Тебе вышку надо тогда какую-то строить? Нет, твоя вышка долго не простоит таким образом Не, парень, ты что-то перемудрил У тебя, конечно, ты быстро действуешь Но даже твои лучники А Моя-то уже толпа Жрет твою базу Нет Короче, да Парень Ну, вот это вот Видно, что Не знаю Новичок, мне кажется Реально С такими Непрокаченными зданиями Значит, может быть Все-таки по силе колоди Мне противника подбирают Давайте еще раз попробуем Хотя вот Раз на раз Не приходится В тот раз Мне кажется Довольно жесткий Тип был Я просто В наглую иду На твое здание Ты что скажешь? Если мы успеем Сейчас пройти А, но мы все равно Не успеем Сейчас не самая Лучшая ситуация Я вообще Перестрою маршрут Хотя плохо Он решил тоже По верху идти Хотя, что я делаю Ребят Зачем я маршрут Отменил Сейчас мне лучники Начнут все пушить Вот я умник Мне надо было Тогда сначала Второй маршрут Открывать А потом Первый убирать Блин Вот эта вышка Вообще ни о чем По идее Любая вышка Как бы она нормально Дефается Но эта вышка Вообще нифига Не дефает У него еще Золото Инкам выше Сейчас идет Так что надо Сейчас доест Сейчас доест Твою базу Доест Я надеюсь Ребята Да Ну вот это прикольное Было сражение Неплохо так Пропушили В принципе Че Ну Не знаю Такое себе Ну забавная колода Если ее прокачать Я думаю Можно на ней Неплохо поиграть Не знаю Ребят Пишите свое мнение В комментариях А у меня на этом все С вами был 1101 Если вам понравилось Подписывайтесь Ставьте лайки Всем спасибо И до новых встреч